Мы призываем запретить оценивать тотальный диктант двойкой. С надеждой получить пять или хотя бы четверку за тотальный диктант сегодня взялись сотни тысяч участников по всему миру. Не то что модно, популярно как спорт, хочется быть спортивным, хочется быть грамотным, хочется понимать на что ты способен. Даже просто в переписке с друзьями нужно писать правильно. И очень сильно раздражает, когда люди пишут с ошибками. Написать без ошибок в 80 странах мира постарались фрагмент будущего романа «Казанской писательницы». Сама Гузель Яхина прочла его во Владивостоке. Что-то стремительно, в ромах уставали на бассейн. Будто у него десяток безотлагательных дел. А для казанцев чтецом стала вице-премьер республики Лейла Фазлеева. По образованию, кстати, филолог. Я знаю тактики, как можно читать, чтобы было понятно, где ставить запятую, а где двоеточие. Здесь в КФУ самая большая площадка тотального диктанта в республике, а всего их больше полусотни. Сегодня проверить свою грамотность отважились около 4 тысяч татарстанцев. И даже иностранцы, студенты из Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и даже Нигерии написали диктант в Доме дружбы народов. Для них укороченный вариант, но через год не боятся и основного. Говорили, что русский язык самый трудный язык в мире, но оказывается, что нет. Образовательную акцию поддержали и на четырех площадках в Альметьевске. Меньше было скобок, тиры их не было вообще, как в прошлом году. И все правила, кстати, объяснили мы. А в Челнах тотальный диктант стал уже традицией поколений. Родители участвовали в позапрошлом и в прошлом году. В этом году решили, что не пойдут. Ну, мы заменим их. Результаты уже в понедельник, а пока мы устроили собственную проверку. Частые ошибки учтут не только участники, но и одно из крупнейших издательств в стране. Эксперты тотального диктанта посоветуют, как доступнее объяснять те или иные правила в учебниках русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова